Сегодня день воздушного флота России. Гражданская авиация появилась в стране более ста лет назад. Сейчас только пилотов в ней около 16 тысяч. Эта профессия пользуется неизменным спросом. О том, как отмечают летчики свой профессиональный праздник, расскажет Станислав Жижин. С этой минуты я торжественно объявляю вас законными супругами, мужем и женой. Это пышная церемония не на Тихоокеанском побережье или Живописном озере, а в цехе авиационного завода. Сергей работает здесь слесарем, потому и решили молодожены расписаться в необычной обстановке. Я считаю это интересно очень. Под крылом самолета, введение строителей. Запоминающие. Свадьбу здесь проводят впервые. Нет еще такой традиции. Зато ежегодно соблюдают другую. Открывают двери для посетителей. А соседний аэродром становится гигантской площадкой для сотен зрителей яркого авиашоу. Снижение набора скорости. Приезд к летчикам авансами. Пока летчики в воздушном бою решают, кто сильнее, на земле идет бой рукопашный. Выступление десантников буквально приковало внимание зрителей, которые по задумке организаторов сами станут участниками шоу. С земли его увидеть невозможно. Чтобы понять задумку организаторов, нужно забраться как можно выше. С высоты видно, как зрители выстроились в виде огромного живого самолета. По очертаниям он напоминал А-124. Вот он тоже на авиашоу стоит рядом с новым Ил-76, который построили в Ульяновске в прошлом году. Тогда же не стало одного из его конструкторов, Виктора Ливанова. Поэтому имя новой машине долго не выбирали. Очень благодарна всему трудовому коллективу, городу Ульяновска, Авиастар СП. Его руководству, при поддержке которого, конечно, был выполнен в срок. Этот огромный проект, тяжелейший проект, проект, можно сказать, завершающий жизнь очень хорошего человека и большого труженика. Чтобы возобновить такой проект, конструктор приложил колоссальные усилия. Но дело того стоило. К самолетам из Ульяновска проявляют интерес не только в России, но и за ее пределами. Станислав Жижин, Дмитрий Черкасов, Александр Баженов. Вести. Ульяновск. Ульяновск.